Ну что, не прошло и года, мы встретились. Привет, здравствуй! Слушайте, друзья, ну что, две авантюристки снова, что называется, в... Кое-что придумали. Да, да, кое-что придумали. История такая. У нас появилась бытовка на даче. Сначала мы подумали, знаешь, Оль, что эта бытовка будет для того, чтобы, например, там кто-то жил, ну, какой-нибудь сторож или еще что-то. Потом, когда начали там жить родители, вроде как не захотелось какого-то постороннего человека. И мы подумали, ну, пусть это будет, например, моя мастерская. Вот, хорошая была мысль. Но тут случилось нечто. На свадьбу нам подарили подарок. Вот, если ты помнишь, такой был сертификат большой. Большой такой. Да, да, большой такой сертификат. И это строительство соляной пещеры. И стал вопрос, а где, собственно, эту пещеру делать? Думали мы, думали, думали, думали. И ничего лучше не придумали, как, собственно, в этой бытовке. Что-то вложили в мастерской. Дальше фантазия разрасталась. Как должна выглядеть бытовка, эта соляная пещера. Было бы очень грустно и скучно, если бы это было просто везде соль. Два стульчика и вот, мол, ты сидишь. Мы придумали, что это должна быть какая-то офигенская, красивая зимняя сказка. А я говорю, ну, сказка, сказка. Раз это сказка, значит, там должны быть какие-то деревья, значит, какая-то зимушка-зима и какое-то небо. Почему бы не звездное? Звездно-космическое. Звездно-космическое. Звездно-косморозными переходами. Да. Вот. Когда я стала, ты знаешь, Оль, обзванивать, значит, товарищей, которые делают это все, печатают, реализовывают, мне объявили такие колоссальные деньги, что, в общем, даже я, как мне казалось, в принципе, человек не совсем бедствующий, подумала, что-то я, наверное, сама сделаю это небо. Вот. И вот мы с Олей решили, так сказать, дерзнуть. Купили мы, Оля мне сказала, где это купить. Мы купили вот такой материал. Что это такое? Это материал натяжных потолков, ткань. Для фирмы, мы не будем называть ее. Да. Мы тут не про фирму, мы про творчество. Да. Тканевый потолок. Да. Вот. Такой имеющий фактуру, прям холста. Да. Вот мы собрали все, что у нас было, все мои сбережения за эти годы, это разные колеры. Приготовили краску базы А. Не надрывайся, дорогая. Ты тоже. Заботливы друг о друге. Приготовили кучу кистей. И сейчас мы будем прямо на ваших глазах творить эту красоту. Что получится, мы понятия не имеем. Вот сейчас мы будем делать какой-то эскиз и, в общем, самостоятельно реализовывать свои фантазии. Ну что, да будет так. Поехали. Как вы видите на видео, мы разворачиваем наше полотно. Дальше я ложусь и прицениваюсь, где будут стоять лежаки и куда будет отдыхающий человек, то бишь, все наше семейство, оздоравливаться и смотреть. Мы устанавливаем картон, чтобы обезопасить нашу квартиру от краски. Мы взяли, очистили пространство от шерсти с помощью вот этих валиков. Нарисовали, откуда у нас будет идти сам рисунок солнца. Сделали две вот такие палитры. Взяли краски, как вы видите, синяя, оранжевая, желтая. Потом еще красная и такой очень интересный голубой оттенок. И сейчас мы, собственно, начнем. Мы определили некий центр. Это так называемое закатное солнце, от которого мы пошли кругами в разные стороны. У меня была более такая нежно-персиковая история, хотя потом я передвинулась на более темные оттенки. У нас уже какая-то история начинает получаться. Белая? Белую, да, она на даче. Белую я бы собрала. Она не гадит. Ну про что? Апра, берем с Роси. Ну конечно, в общем. Это просто шедевр. Да, это просто шедевр. Соединимся в порыве светлых томов. О, интересная. Лучше с той стороны. Ольчик, давай. Итак. Ладно, у меня тоже уже вон все в краске. Так. Спасибо! Покажи руку. Залачили. Да вот так надо, да. Во. И лачком взбрызни. А ты по этому прям брызгай. Смотри, как красиво. Я хочу, чтобы оно легло не, знаешь, слоем, а вот именно просто опустилось. Так вот оно легло, его теперь надо зафиксировать. Какие-то блестки зафиксируются, какие-то не зафиксируются. Фиксируй. Мы только что сделали вот такие маленькие крапинки определенным методом, все пальцевым. А сейчас будет нечто. На этом мы не остановились. Теперь розовые. Ну давай, Ольчик. И синие блестки. Уголочек. Уголочек. А давай вот этот или тот. Ну и самое интересное, конечно, в данном процессе не только сам процесс раскрашивания полотна, а с учетом того, что не хватает площади, это вот подтягивание этого полотна на диван, его застелить, обязательно убрать кошек. В общем, целая история тут у нас. Но весьма увлекательный процесс оказался. Вот что у нас получилось. Мы завершили наше небо. Вот такое оно интересное оказалось у нас. Оставили его просушиться на 12 часов. До утра оно жило у нас в гостиной. Потом мы его перетащили в спальню. Там оно полежало еще практически сутки. И все, привезли его на дачу. Вот теперь вы узнаете, что с ним будет происходить дальше. Ну, рассказывайте о своих ощущениях. Как вам наши труды? Как вам наша идея? Насколько понравилось? Захотелось ли вам что-то подобное повторить и сотворить самостоятельно? Или же вы пойдете простым путем? Если вдруг у вас возникнет мысль сделать какой-то яркий, интересный потолок, вы просто обратитесь в фотопечать и сделаете не красками, а просто печатью.